Продолжение следует... Соблюдение требований правил работниками железнодорожного транспорта обеспечивается организациями железнодорожного транспорта и индивидуальными предпринимателями, выполняющими функции работодателя по отношению к указанным работникам. Соблюдение следует... Работники железнодорожного транспорта в соответствии с должностными обязанностями должны знать Правила эксплуатации технических средств и состояния сооружений и устройств, систематически проверять их и содержать в исправном и работоспособном техническом состоянии, выполнять техническое обслуживание и ремонт в соответствии с ремонтной и эксплуатационной документацией, соблюдать метрологические требования, установленные Федеральным законом об обеспечении единства измерений. Железнодорожного транспорта В случаях обнаружения неисправности, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения, а также при проследовании поезда без установленных в приложении номер один к правилам поездных сигналов, Работники железнодорожного транспорта, обнаружившие такую неисправность или отсутствие установленных в приложении номер один к правилам поездных сигналов, обязаны подавать сигнал остановке поезду маневрирующему составу или отдельно идущему локомотиву в соответствии с приложением номер один к правилам, Принимать незамедлительные меры к его остановке, устранению неисправности и ограждению опасного места в соответствии с приложением номер один к правилам и сообщить дежурному по ближайшей железнодорожной станции. Доступ на локомотивы, в кабины управления мотор-вагонного подвижного состава, к специальному самоходному подвижному составу, К сигналам, железнодорожным стрелкам, аппаратам, механизмам и другим устройствам, связанным с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, В помещения, из которых производится управление сигналами и указанными устройствами, Имеют работники железнодорожного транспорта в случае, если нахождение работников железнодорожного транспорта на указанных объектах предусмотрено их должностными обязанностями. Запрещается доступ посторонних лиц на указанные в настоящем пункте объекты. Переводить стрелки, управлять сигналами, аппаратами, механизмами и устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, Разрешается работникам железнодорожного транспорта в соответствии с их должностными обязанностями. Работники железнодорожного транспорта допускаются к управлению локомотивами, мотор-вагонным подвижным составом, Специальным самоходным подвижным составом, При исполнении служебных обязанностей в порядке, Устанавливаемым работодателем в соответствии с требованиями, Установленными на инфраструктуре, Железнодорожных путях необщего пользования, При наличии свидетельства, выданного в соответствии с порядком выдачи свидетельства, Подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожным путям, Локомотивам, мотор-вагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом, При остановлении действия и аннулирования указанного свидетельства, А также требований к его оформлению, Утвержденным приказом Министерства транспорта номер 273, Допуск к управлению локомотивами, Мотор-вагонным подвижным составом, Самоходным специальным подвижным составом, Сигналами, аппаратами, механизмами и устройствами, Связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, К переводу стрелок работников железнодорожного транспорта, Проходящих стажировку и лиц, Проходящих профессиональное обучение по профессии, Связанным с безопасностью движения поездов и управлением локомотивами, Мотор-вагонным специальным самоходным подвижным составом, Осуществляется в порядке, Устанавливаемым локальным нормативным актом владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, И должен включать в себя требования, содержащиеся в статьях 25 и 25.1 Федерального закона о железнодорожном транспорте. В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона о железнодорожном транспорте, Лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, И работники, выполняющие такую работу и подвергающиеся воздействию вредных и опасных производственных факторов, Проходят за счет средств работодателей обязательные предварительные при поступлении на работу, И периодические, в течение трудовой деятельности, медицинские осмотры, Включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, Психотропных веществ и их метаболитов, В соответствии с порядком проведения обязательных и периодических медицинских осмотров на железнодорожном транспорте, Утвержденным приказом Министерства транспорта номер 428. Работники железнодорожного транспорта, Производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работы на железнодорожных путях общего пользования, Должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний, правил, инструкций по организации движения поездов и маневровой работы По сигнализации на железнодорожном транспорте и иных нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Работники железнодорожного транспорта, ответственные за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, Должны проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе. Работники железнодорожного транспорта, не прошедшие аттестацию, не допускаются к выполнению определенных в настоящем пункте работ. Проведение указанных аттестаций осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона о железнодорожном транспорте. Продолжение следует...